Трудные места писания Трудные места писания Начиная от освящающего Ибо освящающие, освящаемые все от единого Потому он не стыдится называть их братьями Говоря, возвещу имя твое братьям моим Посреди церкви воспою тебя Вот пример того, как Каждое слово понятно Ну правда же, ни одного нет неясного А смысл просто отсутствует Вот честно говоря, сколько раз Это прочитывал, неясно Ничего Я обычно Читаю, если читаю свой Собственный перевод в самом конце, но я сейчас это Сделаю сразу, потому что Это ответ на некоторые из вопросов Начиная как раз С 10 стиха Весь мир произошел от Бога И весь мир для Него И множество своих сынов Он приводит К славе Христос выступает во главе них, так что нужно было Ему достигнуть совершенства через страдания Ведь Он освящает нас Мы получаем освящение Все от единого Вот почему Христос без смущения зовет нас братьями Как сказано в Писании Возвещу имя Твое, братья Моим Посреди церкви воспою тебя Что значит освящающий, освящаемый? Освящающий Христос Тот, кто делает людей святыми А в каком смысле Он делает людей святыми? В общем-то в одном Они принадлежат Богу Они до этого, может быть, были просто сами по себе Вот с этого момента Они народ Божий С того момента, как они собираются в церковь И Он от единого Отца И освящаемый от единого Отца И потому Он называет людей братьями Хотя, казалось бы, разница огромна И вот эта вот цитата «Возвещу имя Твое, братья Моим» в синодальном переводе Псалтире, 21-й Псалом, 23-й стих Ну вот, можно прочитать «Буду возвещать имя Твое, братья Моим Посреди собрания восхвалять тебя Боящийся Господа, восхвалите его Всю семью Якова, прославь его» Ну, это призыв к прославлению Бога Отца, Бога единого Израиля И, соответственно, здесь он приводится Но приводится не просто потому, что Ну, надо прославлять Бога А в доказательство мысли Вот первая глава послания к Евреям Она говорит «Христос выше ангелов» А вторая глава говорит «Но Он делает нас своими братьями Он делает нас подобными Ему» То есть мы становимся выше ангелов фактически И ровно поэтому вот эти слова Которые здесь автор послания к Евреям Вкладывает в уста Христа Они звучат как что-то абсолютно возможное То есть он говорит «Возвещу имя твое братьям моим» Он говорит нам Он говорит простым людям Которые становятся ему братьями И вот это одна из основных мыслей послания к Евреям В чем значение подвига Христа Его смерти, Его воскресения Не просто в том, что был человек Или пусть даже Бога человек Который сказал очень много хорошего и правильного Потом его убили, а он все равно воскрес Но в том, что становясь одним из нас Он нас возводит на свою высоту Он делает нас подобными себе Потом это назовут обожжением Найдутся какие-то еще богословские формулировки Которые позволят это сказать На водосветном молебне, кстати, это почему? Потому что воду освещают? Ну, в общем-то, да Но слово «освещать» много еще где встречается А именно потому, что вот эта вода Это такое зримое присутствие благодати в этом мире Может быть, немножко наивно воспринимать ее Как вместилище этой благодати Но тем не менее И как раз в связи с этим Становится более понятным и десятый стих Тоже гораздо более загадочный Чем многие места Нового Завета Да и Ветхого тоже И почему это важно? Весь мир, я читаю, по своему переводу Произошел от Бога и весь мир для него То есть он не только начало-источник Но он и цель творения У творения есть свой замысел Творение, мы его часть Это что-то такое, что исходит от Бога И должно к нему вернуться Пройдя какой-то свой путь Приобретя что-то, создав что-то по дороге И потому множество своих сынов Он приводит к славе То есть это начало исполнения Этого вселенского замысла Христос выступает во главе них Понятно, он первый Так что нужно было ему достигнуть Совершенства через страдания Звучит немножко странно Можно перевести иначе Например, Бог совершил их спасение Через страдания Христа В котором все берет начало Но страдания становятся Некой частью совершенства Что же хорошего в страданиях? Абсолютно ничего Причем же здесь совершенства? Ровно при том, что Страдая Христос становится Причастен страдающему миру Страдающим людям И тогда эти люди Становятся причастными ему То есть страдания не бессмысленны Страдания О котором очень часто спрашивают Где был Бог В Освенции, в Беслане Ну, очевидные вопросы Вот дети, которых мучают Ужасно мучают, убивают Которые совершенно точно Не греховны до такой степени Чтобы этого заслужить А где был Бог? И, в общем-то, единственный ответ Который можно сказать Он был с ними, он тоже страдал И крест Это зримое свидетельство Этого страдания И тогда получается Что эти страдания Они не бессмысленны При том, что они ужасны При том, что никому никогда Их нельзя желать Но, тем не менее Они что-то такое Что открывают Для человека Единение со Христом И он не стыдится Называть их братьями Тогда получается Что освящение Это не какой-то обряд Как, скажем, освящение воды В водосвятном молебне А освящение Это причастность Бога Причастность Христа Этому миру Причастность жизни людей Соучастие в их страданиях И тем самым Возвышение этих страданий Придание им какого-то смысла Что, может быть, совсем Не утешает тех людей Которые Видят это страдание Особенно, если страдают Их родные и близкие Или они сами тем более Но Что, может быть Заставляет нас задуматься Вот в страданиях Самая страшная бессмысленность Ну, помимо физической боли Непереносимой Или моральной Душевной боли Тоже часто непереносимой Самое страшное Как говорили люди Прошедшие, например Через концлагеря Что на фронте Солдат тоже мерзнет Голодает Тоже подвергается опасности Быть убитым Терпит всевозможные решения Часто раны получает Но он понимает Что он сражается с врагом Он видит победу А заключенный в концлагере Он терпит все то же самое Без видимой причины Он просто это терпит И Вот люди Которые через это прошли Они говорили Что бессмысленность Этих страданий Была для них Пожалуй, тяжелее всего Можно терпеть Когда ты понимаешь Что, ну, бой мы выиграли Да, там Пусть я ранен Пусть я голодный Пусть я продрог Но мы выиграли бой А здесь мы ничего не выиграли Нас просто замучили И Может быть Вот эти слова Про освещение Которые стоят рядом Со словом страдания Их очень легко Интерпретировать В таком дешевом Духе Дескать Ну, ничего Страдает И тебе там На страшном суде Зачтется Тебе там Вычтут Из твоих наказаний Вот ту долю Страданий Которые ты получил В этом мире Ты авансом Как бы расплатился Нет Нет Здесь такого Даже близко Но Страдает Ты понимаешь Что ты не один Ты видишь его Рядом с собой Может быть Это единственное Что вот Здесь на самом деле Для нас важно Но, конечно Конечно Здесь сказано Гораздо Больше И Христос Как Первый человек Как Тот Кто ведет За собой Остальное человечество Чтобы оно изменилось Вот Это может быть Основной смысл Этих слов Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok